Коллеги, день добрый! Здравствуйте! Я всех приветствую на площадке Высшей Школы Экономики, на площадке 22-й Апрельской Международной Научной Конференции Высшей Школы Экономики И, конечно же, эта конференция уже очень популярная в течение многих лет, известная, но вот уже второй год подряд она проводится в несколько необычном формате, в онлайн-формате в силу тех причин и обстоятельств, которые нам все хорошо известны. Но если в прошлый раз для нас это была полная неожиданность и перевод в формат онлайна был быстротечным, буквально мы преобразовали всю конференцию за несколько недель, то в этот раз, собственно говоря, изначально уже было понятно, что, вероятно, подобная конференция будет именно в таком формате, поэтому готовились. Я думаю, что и докладчики, так сказать, это понимали. И мы видим здесь не только ограничения и вызовы, но, наверное, и преимущества с точки зрения более, может быть, активного взаимодействия многих участников, скажем, апрельской конференции между собой. Это, прежде всего, наверное, имеет отношение к приглашенным и почетным докладчикам, которых в этом году много, потому что это онлайн-форматы, это действительно возможность увидеть и услышать самых, так сказать, известных ученых в тех направлениях, которые нас, безусловно, интересуют. Я бы хотел бы тоже сказать о том, что традиционно сессию, которую мы сегодня открываем, новые бизнес-модели, многие годы вела и ведет Ольга Анатольевна Третьяк. Но в силу ряда обстоятельств она сегодня не может быть с нами, и поэтому, с вашего позволения, эту сессию модерировать буду я. У нас есть четыре доклада. Так или иначе, они действительно имеют отношение к новым бизнес-моделям, но я думаю, что как минимум два обстоятельства тоже накладывают очень серьезный отпечаток, в том числе и на тематику рассматриваемых проблем. Это, конечно, цифровизация, а теперь и неким образом онлайн всех процессов, которые вынудил, так сказать, бизнес во многих случаях входить в онлайн, во многих случаях выстраивать и реформировать неким образом модели для того, чтобы соответствовать тем вызовам, которые в последние, так сказать, месяцы, годы возникли. Ну и второе, это, конечно, ковид. Ковид в целом, он тоже сказался, так сказать, на масштабах, на, скажем, процессах. Я вот смотрю, например, один из докладов сегодня, это оценка влияния на операционную эффективность авиаперевозчика. Ну, понятно, что авиаперевозчик, скажем, образца 2018 года и авиаперевозчик в условиях образца ситуации 2020 или 2021 года, это как бы вот абсолютно разные данности в силу тех обстоятельств, в силу тех сложностей, в силу тех вызовов, которые возникли. Мы работаем в традиционном формате, многие из вас участвуют не первый раз в конференции, в так называемой, любимом мы называем апрельке. Вот, поэтому все, собственно говоря, многим известно, но тем не менее я еще раз хочу повторить о том, что мы, конечно же, сессии записываем, если нет никаких официальных, скажем, заявлений от тех или других участников сессии, которые бы не хотели, чтобы запись велась. Но у нас таких на сегодня, так сказать, заявлений нет, поэтому мы абсолютно открыты, в том числе и к представлению, так сказать, записи наших выступлений в открытом доступе. Второе, что хочу сказать, это то, что у нас сегодня разнообразные, скажем так, доклады. Здесь представлены доклады и Высшей школы экономики, в том числе и другие доклады, в том числе представлены Санкт-Петербургским государством, университетом и фондом общественного мнения. И, собственно говоря, наверное, это, так сказать, украшает нашу панель, дает возможность как бы обменяться мнениями по многим направлениям, пересекающимся. И последнее, что хочу сказать, это наши, так сказать, регламенты. 15 минут мы даем докладчику, ну и я предлагаю обсудить доклад или задать вопросы сразу после выступления. Хотя после всех четырех выступлений, я думаю, что мы готовы, так сказать, обменяться общими какими-то мнениями. И, конечно, рады выслушать всех тех, кто сегодня принимает участие в данной панели, в данной сессии. Первый доклад у нас Марии Горгишели, российский генерирующий компанию в условиях развития экономики совместного потребления. Мария, ваши 15 минут, и мы вас внимательно слушаем. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Сейчас я запущу тогда презентацию и начну свой доклад. Коллеги, скажите, как отображается на полный экран? Да, на полный экран, все хорошо. Отлично, спасибо большое. Да, спасибо, Сергей Павлович. Моя тема доклада звучит как российские генерирующие компании в условиях развития экономики совместного потребления. И здесь, прежде всего, стоит начать с актуальности. Надо сказать, что мировой энергетический рынок в последнее время переживает серьезные трансформации. И обусловлено это, в принципе, процессом, который называется четвертый энергетический переход. Этот процесс достаточно комплексный и включает в себя несколько других подпроцессов. Но в совокупности вместе они сильно влияют на развитие тех или иных явлений на рынке электроэнергетики. Соответственно, вот в таких условиях на рынке электроэнергетики создаются условия, когда совершенно новые явления, ранее не характерные для этого рынка, получают здесь свою жизнь, если можно так сказать. И вот одним из таких явлений встала экономика совместного потребления. Определение этого понятия, такое наиболее употребимое, представлено на данном слайде. Но здесь стоит оговориться, что, в принципе, в академической среде теоретическое понимание данной концепции, оно еще достаточно молодое. И поэтому даже устоявшегося определения как такового нет. Разные исследователи включают в это понятие совершенно разные какие-то отдельные части структурные. И что касается рынка электроэнергетики, для него, в принципе, вообще экономика совместного потребления – это достаточно новое такое явление, которое теперь генерирует ряд вызовов, и которые компаниям необходимо решать. Особенно острая ситуация складывается на российском рынке электроэнергетики, и российские генерирующие компании оказываются в неком таком положении, когда сталкиваются с рядом вызовов. Соответственно, вот в таких условиях генерирующим компаниям необходимо понимать, как дальше развиваться, как возможно трансформировать свою бизнес-модель. И это необходимо прежде всего для того, чтобы сохранить свою конкурентноспособность. И вот, соответственно, целью данной работы моей было как раз определить те формы участия генерирующих компаний в условиях экономики совместного потребления, которые, в принципе, возможны, и посмотреть, как в связи с этим может измениться их бизнес-модель. Соответственно, был проведен некий анализ информации и данных, чтобы сделать данную работу. Соответственно, с одной стороны были проанализированы различные, ну если так можно выразиться, отраслевые анализы именно энергетических рынков, соответственно, обзоры новых возможных технологий и какие-то экспертные предсказания. Также, естественно, в теоретическом плане это были различные теоретические статьи, академические, которые посвящены как, в принципе, концепту экономики совместного потребления, так и ее развитию возможному на рынке электроэнергии. И, соответственно, также важным источником информации являются официальные сайты энергетических компаний, где есть те или иные прогнозы их и, соответственно, отчеты, в которых они пытаются предсказать и понять, как они могут дальше развиваться. Соответственно, теперь перейдем к результатам. Значит, первое, что было выяснено, это были определены, наверное, драйверы развития экономики совместного потребления на рынке электроэнергии России. И вот здесь, как можно видеть, есть некий такой ключевой драйвер, он в центре слайда. Это как раз активная трансформация мирового рынка электроэнергии. Если можно так выразиться, она скорее задает тон всем происходящим изменениям, которые в итоге транслируются на отдельные какие-то локальные рынки. И, соответственно, если спуститься на чуть-чуть так уровень пониже на российский рынок, то здесь можно найти следующие драйверы. Это, в принципе, развитие и рост, если так, ну, их называют активными потребителями. Есть понятие просъемера, но на российском рынке пока еще не употребляют просъемера. Считается, что пока это активные потребители, но которые уже предъявляют новые требования рынку и находятся на более таком другом активном положении, чем ранее. Это не пассивные потребители. Следующим драйвером является развитие децентрализованной генерации. Это, соответственно, тоже очень такое ключевое значение. Та часть рынка, где применяются активно технологии и идет развитие. И, соответственно, экономика совместного потребления в рамках вот этого направления тоже получает свою некую жизнь такую. Соответственно, есть развитие систем хранения электроэнергии, которые также подталкивают к развитию экономику совместного потребления. И отдельно стоит сказать про технологии, которые являются одним из таких ключевых, ключевой вещью в данном разговоре. Особенно включая вот эту вот технологию блокчейна, которая, конечно, позволяет различным технологиям развиваться на том или ином рынке. Соответственно, если говорить дальше, то происходит некое существенное изменение на рынке электроэнергии, которое в связи с развитием экономики совместного потребления, которое может в генерирующем сегменте именно выражаться в следующем. Возможно появление неких новых форм взаимодействия между участниками рынка, совершенно нового характера. Возможно изменение ролей самих участников данного сегмента. Далее, что интересно, происходит некая трансформация традиционной цепочки ценностей, и как раз она связана с тем изменением ролей участников. И, соответственно, использование неких новых инструментов в деятельности компании, как раз из-за развития экономики совместного потребления. Если говорить дальше, то здесь стоит сказать, что на основе вот этих вот предполагаемых изменений мы можем предсказать те формы, в которых российские генерирующие компании могли бы, например, участвовать в рамках экономики совместного потребления. Вот я выделила таких четыре основных блока. Первая форма – это виртуальные электростанции. Здесь под этим подразумевается, что, в принципе, компания, например, одна компания или как-то совместными усилиями, они финансируют небольшие, например, генерирующие объекты, в том числе в каких-то сложных регионах, и, соответственно, получают доступ к сетям и образуют некую такую виртуальную электростанцию, где есть все данные, какие-то образы в электронном виде. И образуется некая такая электронная система. Следующий блок – это как раз системы хранения электроэнергии. Здесь речь идет про совместные инвестиции, потому что пока данная область – это достаточно дорогостоящая область, но она одна из ключевых, которая может при своем развитии очень сильно повлиять на все остальные области электроэнергетического рынка. И вот эти как раз идут инвестиции компаний совместно в какую-то разработку как раз по системе хранения электроэнергии, и затем идет вот это совместное использование. Это считается тоже как примером экономики совместного потребления. Следующий блок – он касается создания неких отдельных сервисов, в том числе возможности с использованием платформы. Один из таких живых и ярких примеров – это область, связанная с электромобилями. Как известно, даже в России есть электростанции для электромобилей, заправочные. И, соответственно, есть возможность создать различные сервисы, в том числе платформенные решения, где объединяются потребители, соответственно, вот эти вот станции заправочные для электромобилей, зарядочные, да, и сами компании, которые делали эти проекты. Соответственно, есть еще проекты в некоторой такой области. Ну, вот я сейчас объединила, да, в своей речи вот эти два последних блока. Но, как бы, в первом блоке, который на основе платформ, это, возможно, и какие-то любые другие сервисы, например, по каким-то доступам к различным данным и так далее. Вот, ну, а про проекты про электромобили принято иногда выделять отдельно. Стоит сказать, что взаимодействие в рамках экономики совместного потребления, оно может происходить на различных уровнях. Это может быть взаимодействие характера B2B, а может быть и B2C, например. Вот, на самом деле, выбор вот этих вот форматов, он очень такой большой, особенно на зарубежных рынках электроэнергии. Далее я попыталась, здесь использована такая общая, всем, наверное, известная канва Астервальдера, с помощью нее предсказать, как вот те возможные изменения, да, и те формы участия в экономике совместного потребления компаний могли бы повлиять и изменить ее бизнес-модель. И здесь, соответственно, стало очевидным, что при участии генерирующей компании в экономике совместного потребления трансформацию претерпят все блоки бизнес-модели. Во-первых, мы видим, что у нас уже, очевидно, будут расширены ключевые ресурсы генерирующей компании, и это за собой повлечет, естественно, увеличение, например, основных видов деятельности и появление новых партнеров в совершенно других областях, как то, например, для виртуальной электростанции, да, или, например, для, например, инвестирования в какую-нибудь систему хранения электроэнергии. Соответственно, на основе этого у компании появляется возможность дать потребителям и каким-то, например, своим корпоративным партнерам совершенно новое ценностное предложение. И, соответственно, также можно говорить и про как раз взаимоотношения с потребителями. Мы даем им такой некий новый фокус, что мы развиваемся, как сказать, в ключе, да, с новыми технологиями, и, соответственно, на основе этого получается новый выход, например, на новые рынки. Те же самые электромобили, да, это новый рынок, это отличный от рынка, например, генерации электроэнергии. Происходит увеличение сегментов потребителей, и, соответственно, это находит свое отражение в финансовой части компании. С одной стороны, расходы компании, естественно, увеличиваются, что очевидно при развитии, например, новых видов деятельности или инвестирования в какие-то технологии, но при этом мы получаем возможность получить дополнительную прибыль из развиваемых новых видов деятельности. Возможно, естественно, с каким-то временным лагом по сравнению с инвестированием в эти виды деятельности. Но, тем не менее, очевидно, что бизнес-модель генерирующих компаний не останется прежней. И чем сильнее, чем быстрее будет развиваться экономика совместного потребления на российском электроэнергетическом рынке, тем компаниям нужно будет быстрее пытаться трансформировать свою бизнес-модель и остаться в некой такой волне вот этих вызовов и новых трендов. Соответственно, очевидно, что экономика совместного потребления может очень сильно поменять и повлиять на генерирующие российские компании. При этом вот эти изменения ведут к системной трансформации бизнес-моделей этих компаний. И, естественно, например, какая-то обобщенная бизнес-модель, новая, она будет как некой точкой для этих компаний, и они уже смогут разработать какие-то планы адаптации своих бизнес-моделей под какие-то элементы этой обобщенной бизнес-модели. Соответственно, это вот основные выводы моего доклада. И в будущем, естественно, я хотела бы сконцентрироваться на таких вещах, как изучение, в принципе, зарубежного опыта трансформации бизнес-моделей и их некого такого подстраивания под экономику совместного потребления и особенно их классификации. Потому что очевидно, что, скорее всего, там будут какие-то яркие черты, которые позволят эти бизнес-модели классифицировать и разбить на отдельные группы. И, соответственно, второй такой ключевой задел – это как раз вот эти вот планы адаптации или планы по трансформации бизнес-моделей генерирующих компаний для того, чтобы они отвечали, эти новые бизнес-модели успешно отвечали тем вызовам, которые сейчас ставит экономика совместного потребления. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. – Мария, спасибо. Идеально по таймингу. – Да. И, наверное, у меня два вопроса есть. Первый вопрос. Вы сказали об активных потребителях. Помните, когда говорили об основных драйверах? – А, да, да. В чем принципиально, так сказать, роль активных потребителей от, скажем так, традиционных подходов? Это первый вопрос. А второй вопрос, конечно, не могу, так сказать, удержаться и сказать о том, спросить, вернее, о том, как ковидная ситуация влияет, скажем, на описание развития этих моделей, о которых вы сегодня говорили. – Спасибо за вопрос, Сергей Павлович. Соответственно, начну с первого вопроса про активных потребителей. Есть такое деление на пассивных и активных потребителей, особенно на российском как раз рынке электроэнергии. И означает это то, что пассивный потребитель – это потребитель, который, в принципе, отстранен от вот этих внутренних процессов, и он пассивно предъявляет тот продукт, который генерирующая компания производит. Активный же потребитель предъявляет совершенно новые требования к генерирующим компаниям. Ему не просто нужна уже электроэнергия, ему нужен новый сервис, ему нужно удобство доступа, ему нужна гарантия надежности, постоянство поставок электроэнергии. Соответственно, активный потребитель – это некое такое среднее звено между пассивным потребителем и просюмером. Просюмер же – это уже потребитель, который, если можно так сказать, полноправный участник цепочки ценностей компании. И тогда, когда появляются просюмеры, традиционная цепочка ценностей начинает… Она обычно имеет линейный характер на рынке электроэнергии, но с появлением просюмеров она трансформируется. И просюмер получается в неком таком, если можно сказать, цикле. Раньше он стоял просто в конце этой цепочки. Да, но мы эту классификацию знаем. Я просто применительно именно к генерирующим компаниям задал вопрос. И действительно, может быть, проиллюстрируйте просто на примере просюмера именно применительно, так сказать, к той отрасли, которую вы рассматриваете. Да, хорошо. Среди, например, потребителей это не обязательно физические лица. Это могут быть и крупные компании. И, соответственно, здесь какая сложность. Появлением вот этих крупных, например, потребителей, клиентов, есть возможность, что если генерирующая компания не удовлетворяет их новым требованиям к сервису, гарантиям поставки, мощности и так далее, вот эти крупные потребители могут создать свои собственные генерирующие мощности. Это как раз к вопросу про децентрализованную генерацию. И тогда они могут уже стать теми же самыми просюмерами, например. То есть такая ситуация вполне возможная, она даже происходит. И это вот один из основных рисков ключевых для деятельности, в принципе, генерирующих компаний. Когда просюмер становится не просто потребителем, да, клиент электроэнергии, а еще и может сам производить эту электроэнергию. Понятно, спасибо. И второй вопрос. Второй вопрос про как раз ковид. Это отдельная такая тема, да, для людей, которые изучают как раз рынок электроэнергии. Были разные сначала предположения, как это повлияет. Естественно, были какие-то опасения насчет компании. Но есть один ключевой эффект. Это то, что переход вот к некому такому онлайну запустил очень активное использование технологий и инвестирование в них. То есть всем компаниям стало очевидно, что за вот этими технологиями онлайн будущее. И на рынке электроэнергии это нашло отражение как раз в ускорении развития тех или иных технологий. И в целом можно сказать, что с одной стороны это опять же вызовы для компаний, но с другой это обширная область возможностей, да. И естественно в таких условиях вот эта трансформация, развитие экономики совместного потребления, оно предполагается, что оно ускорится. И поэтому компаниям тоже нужно будет быстрее, да, там скажем, подстраиваться под эти новые изменения. Спасибо. Спасибо, Мария. Коллеги, какие есть еще вопросы к Марии, пожалуйста. Нет вопросов, да? Мария, ну что, на этом ваше выступление завершено. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. И мы переходим к следующему докладу. Мы переходим к докладу Марии Твердохлебовой об устойчивости бизнес-модели, подхода к определению и основные характеристики. Пожалуйста, Мария, вам ваши 15 минут на выступление. Пожалуйста. Так, секундочку. Презентацию сейчас открываю. Коллеги, скажите, пожалуйста, вы знали презентация, нет, или она не открылась? Нет, мы видим вас. Спасибо. Сейчас прошу прощения, вроде я ее... Открываю. Не открывается? К сожалению, нет. Очень странно, я делаю через обзор, через... Открыть через мой компьютер. Так, хорошо, а что мне в таком случае делать? Я могу расширить экран? Расширить экран можно, да. Давайте расширим экран, посмотрим вашу презентацию. Никаких проблем нет. Либо я могу прислать ее в чат, чтобы Наталья ее открыла. Да, ладно. У меня есть, могу. Ну, хорошо, давайте вы тогда ее откроете, да. Я, правда, не знаю, почему, всегда со студентами все прекрасно открывается, а сейчас почему-то она не открывается. Ну, значит, какой-то волнительный момент. Сейчас последний раз пробую, я ее закрываю с своего компьютера, чтобы она у меня была открыта только через обзор. Так. Время идет, поэтому принимайте решение. Можно и так, и так. Можете расширить, можете, так сказать... Давайте уже загружаем. Давайте сейчас, Наталья, спасибо. Давайте я пока начну, в принципе, да, спасибо большое. Коллеги, всем добрый день. Я рада приветствовать результаты своего такого промежуточного теоретического исследования, посвященного устойчивости бизнес-моделей, подходами к определению, основным характеристикам. Можно переключать следующий слайд. В принципе, за последние десятилетия количество исследований в области бизнес-моделей значительно возросло, причем возросло как с точки зрения академической области, так и с точки зрения практики. То есть мы наблюдаем, что компании, в принципе, начинают пытаться понимать, что исследовать бизнес-модели достаточно важно, и приходят также к устойчивым бизнес-моделям. На сегодняшний день, в принципе, понятие бизнес-моделей рассматривается как источник конкурентного преимущества, однако не приберегая социальными и экологическими и другими аспектами. В принципе, целью данного исследования заключалась в исследовании феномена устойчивых бизнес-моделей, и в качестве задач были поставлены определения подходов к исследованию традиционных бизнес-моделей, определение концепции и понятия устойчивости бизнес-моделей, анализа различных архетипов устойчивых бизнес-моделей, и также разработка нового подхода, посвященного устойчивости бизнес-моделей. Пожалуйста, следующий слайд. В принципе, на данном слайде представлены такие 7 агрегированных подходов к понятию бизнес-моделей. Они выданы различными школами, которые также можно дать на слайде. Кратко пройдусь, в принципе, по всем. Самый популярный подход, самый первый подход, это подход Activity System Approach, почему он является самым популярным, потому что он менее абстрактен и более реалистичен. То есть, согласно данному подходу, бизнес-модель – это набор взаимозависимых действий, которые охватывают какие-то границы фирмы. И данный подход также интересен тем, что он вовлек в себе большое количество фундаментальных теоретических концепций. То есть, например, здесь увязаны не только шумпетерианские инновации, различные теории транзакционных издержек, и также еще ресурсный подход и теория стратегических сетей. В принципе, в силу того, что данный подход достаточно теоретически обоснованно, но, наверное, является поэтому достаточно популярным. Следующий подход – процессный. И его отличие лишь заключается в том, что авторы данного подхода пытаются структурировать тему бизнес-моделей с помощью выстраивания различных процессов. Когнитивный подход имеет особенность, как можно заметить, распределение, что бизнес-модель – это модель или логика, как функционирует фирма. Мы знаем, что, в принципе, понятие логики, скорее всего, пришло к нам из философии, поэтому последователи данного подхода внедряют из других сфер, допустим, из философии или биологии в управленческую теорию какие-то аспекты и понятия. Следующий подход не менее важный. Подход основан на технологических каких-то преимуществах. Последователем данного подхода является Дэвид Тис, самый цитируемый, наверное, следователь в области бизнес-моделей. Данный подход гласит, что, в принципе, изменения, любые изменения, которые влечет за собой компания для улучшения своей финансовой составляющей в будущем, для сохранения своего превосходства, лежит, наверное, в наше время в инновации и в каких-то технологических изменениях. Именно поэтому, согласно данному подходу, бизнес-модель направлена на коммерциализацию новых технологий. Следующий подход – это подход, основанный на стратегических отличиях от тактических инструментах. И последователи данного подхода говорят, в принципе, что бизнес-модель – это результат каких-то стратегических выборов компании. И рассматривают разрыв между стратегией и тактикой в деятельности компании. Оставшиеся подходы, в принципе, не менее важные. Это подход, который можно назвать как подход перестройка, и подход двойственности. Но я думаю, о них говорить, в принципе, не буду. Можно, пожалуйста, следующий слайд, чтобы успеть рассказать все. В принципе, нет какого-то хорошего или плохого подхода. Все подходы, они действительно важны. И в зависимости от индустрии или от компании можно выбрать любой подход. Просто есть какие-то наиболее популярные, применимые в одних кругах и в других. Что касается устойчивости бизнес-моделей, то проанализировав большое количество литератур, у меня было принято решение выявить какие-то общие характеристики, которые были заметны в данных исследованиях. Их получилось три. Первый такой постулат, первое направление устойчивости бизнес-моделей заключается в экологической ориентации компании на корпоративную социальную ответственность бизнеса. То есть устойчивыми можно называть те модели, согласно данного подхода, данной концепции, которые не только сохраняют окружающую среду, но они продолжают улучшать качество жизни человека. Следующий подход, он основан на вовлеченности игроков в цепочку создания ценностей, а также применение различных благотворительных программ и широкую палитру в области социальной поддержки населения. То есть тут идет именно акцент на повышение уровня социальной значимости бизнеса для человека. И третий подход, он основан на краткосрочных и долгосрочных финансовых результатах, а также на организационных, то есть находящихся внутри компании, аспектах. Так, и можно, пожалуйста, следующий слайд. Спасибо. Приведем несколько примеров согласно каждому типу. Наиболее, наверное, такой популярный пример в экологической составляющей это концепция экоэффективности или экологической эффективности. Данная концепция была предложена Халлом и Клерком, и она достигается путем того, что компании удовлетворяют потребности людей, и повышают качество жизни, одновременно сокращая воздействие на окружающую среду. То есть минимизируя в своем производстве, там, не знаю, загрязнение сточных вод, вырубку лесов и прочее, прочее. Циркулярная бизнес-модель – это следующий пример типа бизнес-модели. В принципе, он отличается тем, что после этапов производства, дистрибуции, доставки и потреблений, идет повторное использование или переработка, и дальше эти ресурсы используются еще раз. То есть у нас получается процесс от производства употребления до опять производства замкнутый, именно с точки зрения ресурсов. То есть наиболее самый, наверное, распространенный пример, когда компания перерабатывает пластик или другие бутылки, использует их дальше для своего производства. К сожалению, в России это пока не так сильно распространено, но, скорее всего, к этому, наверное, все идет. Следующий пример – это социальное предпринимательство. Здесь уже в основе лежит именно социальная составляющая. То есть данная бизнес-модель направлена на смягчение или решение каких-то социальных проблем. Не только с точки зрения какой-то благотворительности, но и поддержкой, наверное, вовлечения в цепочку создания ценностей людей, которые по каким-то тем или иным причинам не могут работать как обычные люди. Или социально значимых групп населения. Следующий аспект – он ведет название системы продукт-услуга. В принципе, Мария частично затронул даже эту тему. Согласно данной концепции, компании привлекают… Они не нацелены на единичные транзакции с потребителем. Они понимают, что потребитель должен быть привлечен в компанию во время всего жизненного цикла продукта. То есть, наверное, здесь самый простой пример может заключаться в том, что шеринг иконами также относится сюда, плюс когда потребитель может не купить это один раз, не купить этот продукт, а пользоваться услугой данного продукта на протяжении всего какого-то определенного количества времени. И он всегда будет с компанией, и между компанией и потребителем выстроятся долгосрочные партнерские взаимоотношения. И последний пример устойчивой бизнес-модели – это инклюзивная бизнес-модель. Отличие данной бизнес-модели заключается лишь в том, что у основания пирамиды, то есть потребителями у компании являются бедные люди или люди, которые живут около черты бедности. В принципе, хочется отметить, что все данные примеры, они рассматриваются либо с одной, либо максимум только с двух сторон концепции устойчивости бизнес-моделей. Можно, пожалуйста, следующий слайд. И мной было принято решение объединить все существующие подходы и сделать немножко иной. Наталья, можно следующий слайд, пожалуйста. Да, спасибо. В общем, мной было выдвинуто предположение рассмотреть устойчивость бизнес-моделей компании, наверное, с точки зрения двух аспектов. Это внутренняя устойчивость компании, которая включает в себя устойчивость цепочки создания ценностей на основе доверия и обязанностей, и внешняя устойчивость, которая включает в себя корпоративную социальную ответственность бизнеса и устойчивое развитие. В принципе, исходя из этого, эти условия достаточно более жесткие, чем предыдущие примеры устойчивых бизнес-моделей, поскольку без внутренней устойчивости бизнес-моделей компании не может быть и внешняя устойчивость. То есть, если компания внутренне неустойчива, значит, о внешней устойчивости и, в принципе, об устойчивости говорить, наверное, тут тяжело. Наталья, пожалуйста, следующий слайд. Спасибо. Говоря о внутренней устойчивости, уже было упомянуто два таких больших определения. Это trust и commitment, это доверие и это обязательство. В принципе, все сейчас идет к… трансформируется в долгосрочные партнерские отношения между игроками цепочки создания ценности. Поэтому данные понятия, наверное, в совокупности они могут давать немного утопичное представление о взаимосвязи на рынках, но все равно стоит к этому стремиться. Понятно, что доверие – это степень, в которой партнеры воспринимают друг друга и как надежных и доброжелательных контрагентов, а, в принципе, обязательство – это, наверное, в каких-то случаях готовность партнера в краткосрочной перспективе приносить какие-то жертвы для улучшения и обеспечения долгосрочных отношений со своими другими партнерами. То есть в цепочке мы уже не можем… невозможно считать их как контрагентами, как конкурентами, наверное, мы здесь объединим их в понятие партнерства. Также хочется отметить, что компании создают дополнительную ценность для себя, цепочки создания ценностей, потому что понятно, что внешний мир, постоянно изменчив, что-то новое всегда приходит, что-то уходит. И компании понимают, что создавая новую ценность для себя, они частично забирают ее от других. Они забирают уровень власти и контроль над цепочкой или отдают, то есть перераспределяют ее внутри и также забирают ценности от других. И вот внутренняя устойчивость в данной цепочке создания ценностей позволит компаниям минимизировать потерю и отбирание кусочка ценности от других компаний. Пожалуйста, следующий слайд. Спасибо. Говоря о внешней стороне устойчивости бизнес-моделей, хочется в принципе упомянуть, наверное, два таких основных понятия. Это устойчивое развитие, это концепция, которую предлагает организация объединенных наций. В принципе, в данном аспекте нас интересует только пункт номер 12. Этот пункт гласит об ответственном употреблении и производстве. И компании необходимо, согласно данному пункту, следовать трем как раз таки ранее рассмотренным постулатам. Это одновременно экологическому, социальному и экономическому. То есть, если мы говорим про связь корпоративной социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития, мы можем, в принципе, сказать, что это, ну, как две стороны одной медали. Потому что устойчивое развитие — это такая глобальная концепция, которая поможет, в принципе, всему населению нашей земли жить лучше. А корпоративная социальная ответственность бизнеса, она направлена именно на реализацию политики и стратегии устойчивого развития, но в рамках какой-то конкретной компании. И, пожалуйста, следующий слайд. Я надеюсь, я успеваю по таймингу. Спасибо большое. В целом, в заключении хочется сказать... У вас одна минута. Спасибо большое, как раз заключение и заканчиваю. В принципе, хочется сказать, что все типологии, которые на данный момент существуют в академической среде, чем-то похожи, но именно хотелось сделать и как-то привнести что-то более, наверное, серьезное. Надеюсь, на что и похожа моя предложенная концепция. Компании, в принципе, отходят, наверное, уже потихонечку от традиционных бизнес-моделей. Все больше и больше компаний начинают заботиться об окружающей среде, о социальной составляющей, поэтому в компании внедряются, мы можем заметить, что в компаниях внедряются аспекты, которые ведут их бизнес-модели к более устойчивому уровню. И, в принципе, бытует такое мнение, что концепт устойчивых бизнес-моделей может вытеснить совсем концепт традиционных бизнес-моделей. Ну и, в принципе, наверное, хотелось сказать немножко о дальнейшем развитии исследования. На следующих этапах я планирую понять, как операционализировать данные типы устойчивости и разработать модели, проанализировать, насколько компании в России, в принципе, являются устойчивыми по данной модели или нет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Мария. Коллеги, какие есть вопросы к Марии, пожалуйста, по ее докладу. Вот Мария Горгишеля, да, задает вопрос. Пожалуйста, Мария. Спасибо. Мария, спасибо большое за доклад. Меня вот заинтересовал слайд, где вы приводили как раз архетипы устойчивой бизнес-модели. Вот скажите, пожалуйста, есть ли на данный момент, например, на зарубежном рынке примеры компаний, у которых в бизнес-модели сочетаются несколько этих архетипов? Или эти архетипы, они, ну, более так как, не очень пересекаются? Хотя, мне кажется, там, например, про ту же, да, циркулярную экономику и какое-нибудь социальное предпринимательство вполне возможно такая компания. Вот есть такие примеры какие-то. Спасибо большое, Мария. Наверное, из таких самых свежих примеров можно привести компанию Байерсдорф, которая производит продукцию под брендом Нивея. По телевизору, в принципе, везде крутится, что у них сейчас реклама, что они больше не используют, они не закупают новый пластик, они перерабатывают свой пластик, и чтобы, то есть, всю свою косметику уходовую разливать именно в 100% переработанную тару. Вот, на самом деле, это достаточно такой важный показатель, потому что он совмещает в себе не только экологическую эффективность, то есть они просто полностью отказались от использования нового сырья, ну, согласно их информации, но также они используют как раз бизнес-модель замкнутого цикла, они используют повторное производство, то есть переработку и производство. Поэтому, безусловно, конечно, в каких-то, наверное, много где можно встретить какие-то пересечения, действительно, и социально-экономические, ну, социально-экологические, может быть, тоже, но, может быть, экономико-экологические и социально-экономические пересечения в любом случае могут быть. На слайде просто были представлены самые такие яркие примеры устойчивых бизнес-моделей, которые рассматриваются. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? Мария, у меня вот какой вопрос. Я достаточно хорошо действительно знаю литературу 90-х годов от Rust Commitment, и вы ее рассматриваете как внутренний фактор своей, так сказать, и интегрированной модели. У меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, знакомы вы с литературой по развитию Rust Commitment на дальнейших этапах, потому что на дворе 2021 год, если мы посмотрим, я даже не буду просить этот слайд показать, мы помним, что там в основном все. Ну вот Морган и Хант, это 1994 год. Пожалуйста. Спасибо большое, Сергей Балыч, за вопрос. Я пока решила сконцентрироваться именно на таких, наверное, базовых постулатах. В классиках. Да, ну так сказать, на классиках. Всегда мы все, в принципе, познаем, наверное, начиная с классиков, начиная также с классической литературы, потом переходим на что-то более современное. Вот. Безусловно, спасибо большое. Я, наверное, стоило бы мне также было расширить и современными представлениями Rust Commitment данный доклад. Вот. Но в рамках я решила сконцентрироваться именно на классическом фундаментальном понятии именно данных определений. Коллеги, еще вопросы? Я не вижу вопросов. Я хочу воспользоваться тем, о чем сказала сегодня Мария. Она упомянула Калифорнийский университет и Дэвида Тиса. Я воспользуюсь просто тем, что хотел бы вас всех пригласить на лекцию Дэвида Тиса, почетного докладчика апрельской конференции Международной высшей школы экономики в этом году, и он выступает завтра в 10 часов, 15 минут, в течение двух часов. А рассылку, приглашение я сделал, она у всех есть. Если у кого-то какие-то возникнут вопросы, напишите мне прямо на почту, я вам все ссылки, так сказать, сброшу. Поэтому Дэвида Тиса завтра в течение двух часов. Прошу, так сказать, присутствовать. Это действительно событие абсолютно неординарное для высшей школы бизнеса, для высшей школы экономики в целом. Если нет вопросов к Марии, Мария, спасибо большое. Удачи вам. Вы только в самом начале, конечно, так сказать, конструирования вашей работы, и я бы вам, наверное, пожелал больше творческой активности с точки зрения реализации своих каких-то потенций, потому что пока это только объединение усилий, а вот ваше, так сказать, личное, так сказать, видение, оно крайне важно даже вот на этапе таких теоретических проработок. Удачи вам. Спасибо большое. Все, на этом ваш доклад закончен. Я перехожу к следующему докладу, к докладчикам. У нас их много, целая группа, представляющая фонд «Общественное мнение». Наконец, мы снова добрались до ковида. Ну, а как без пандемии? Наверное, не обойтись ни в одной секции в этом году без рассмотрения этих специфических форм влияния на экономику и на управление. Я, насколько понимаю, у нас доклад делает Юлия Кот и название доклада «Российский бизнес в условиях пандемии. Бизнес-процессы, корпоративная культура и способы адаптации». Юлия, вам ваши 15 минут. Пожалуйста. Да, добрый день. Спасибо большое. Скажите, видны ли слайды? Да. Всё, отлично. Собственно, ещё раз всем добрый день. Моё выступление будет основано на материалах масштабного исследовательского проекта Фонда общественное мнение. Проект называется «Коронафом», и он инициирован для изучения как раз тех изменений, социологических сдвигов, которые вызваны пандемией и мерами по борьбе с ней. Тематика проекта очень обширна, и я расскажу лишь про одно из наших направлений – это изменения в деятельности компании. С апреля 2020 года мы проводим серию бесед с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. На данный момент проведено 60 интервью, и мы стараемся выявлять успешные бизнес-практики для того, чтобы поделиться опытом наших героев с другими представителями бизнес-сообщества. На основе кейс-стадии контент-анализа проведённых интервью мы смогли сделать некоторые выводы про изменения в бизнес-процессах компаний, в корпоративной культуре, а также про способы адаптации компаний в условиях пандемии. В самом начале, естественно, нам было сложно предположить, как новая ковидная реальность отразится на судьбах компаний. Сейчас же мы можем сказать, что эта реальность какие-то компании отправила в нокаут, какие-то потрясла, но они выстояли. Но есть и те компании, которые не просто выстояли, но и смогли стать сильнее, лучше в этих непростых условиях. И если воспользоваться метафорой американского профессора Нассима Талиба, то эти компании проявили свою антихрупкость. Антихрупкость — это то, что становится лучше, проходя сквозь испытания, что может адаптироваться, изменяться вместе с окружающей действительностью. И в нашем исследовании нам было интересно выявить какие-то общие черты, которые есть у наших героев, у их компаний, и чтобы понять те самые свойства антихрупкости, на которые и этим, и другим компаниям стоит обращать внимание в будущем. Практически каждый наш собеседник рассказывал про то, что его компания в период пандемии пыталась внедрять что-то новое, экспериментировать, учиться на своих ошибках, при этом бережно относиться к человеческим финансовым ресурсам, не бояться отказываться от неработающих активов и использовать подходы бирюзовых организаций. При этом способы адаптации, естественно, в компаниях отличались, включали разные подходы. Мы смогли выделить такие шесть базовых способов, в каждом из которых есть какие-то черты антихрупкости. И, соответственно, тех компаний, которые не выжили в кризис, у нас здесь нет, но первый способ — это тот, когда частично компания закрыла свой бизнес, отказавшись от него от неработающего актива в пользу, открытие нового направления. Это проект «Йога-метод». Руководитель осознанно закрыл студию в Москве, то есть у него были ресурсы на поддержание этого направления, но он решил перераспределить силы и направить его на новое для компании направление — это онлайн-сегмент. И на момент проведения интервью воссоздавать студию он не планировал. Следующая стратегия — это выжидательная стратегия, которую использовали компании, которые решили приостановить свою деятельность, то есть они не занимались продажей товаров и услуг, они занимались какой-то, так скажем, домашней работой, то есть то, до чего раньше не доходили руки. Правило, это было коммуникации в соцсетях со своими клиентами, доработка сайта, техническая доработка продуктов и так далее. И этот подход выбирали в основном те организации, чья деятельность связана напрямую с личным контактом с потребителями, то есть, например, салоны красоты, концертные площадки, организаторы забегов и так далее. Далее у нас идут способы адаптации, которые принимали компании, которые продолжили свою деятельность в период ограничений. И тут самый популярный способ — это, конечно, попытаться отзеркалить свою традиционную оффлайн-деятельность в онлайн. Тут примером могут быть, например, спортивные школы «I Love Supersport», музеи русского импрессионизма, институт бизнеса и дизайна. То есть, этот подход принимали те компании, которые смогли найти способ продавать свои товары и услуги через интернет, сайты, соцсети, онлайн-трансляции и любые другие варианты. Следующий подход — это менять, адаптировать свой продукт. К примеру, парфюмерная компания «Библиотека ароматов», которая занимается выпуском духов, выпустила в пандемию линейку дезинфицирующих средств для рук. Компания «Люра Мерлен» запустила формат «Даркстор». Медицинские компании «Фэнтези» запустили направление телемедицины. Ивент-компания «Интерэктив Солюшн Групп» запустила деловую онлайн-игру, которая помогала их клиентам адаптировать сотрудников к удаленной работе. Если здесь компании адаптировали именно продукт, то в следующем блоке они изменяли направление своей деятельности или выходили в новые целевые аудитории. Тут самый, наверное, яркий пример – это компания, бренд «Урбан Тайгер», который в период пандемии перепрофилировал производство горнолыжных костюмов на производство костюмов для врачей. Раньше для фэшн-брэнда это было совершенно новое направление. Они никогда раньше не работали с медицинским сектором, но они не побоялись выйти на этот рынок. И последний подход – он объединяет те компании, которым не пришлось вводить какие-то серьезные изменения в свою деятельность. В первую очередь это те компании, которые раньше активно использовали формат удаленной работы, продавали свои услуги через интернет, активно пользовались услугами доставки. А также те компании, кто вошел в список предприятий, которым было разрешено работать в период ограничения. То есть, к примеру, компания гипермаркетов «Лента» или сеть салонов химчисток, они продолжили работать с теми же услугами, но с повышенными требованиями к безопасности своей деятельности. Соответственно, на способ адаптации в основном влияла специфика деятельности, но также было много других факторов, в том числе позиции руководителя, наличие ресурсов. И также пандемия выявила значимость, зачастую такой невидимой составляющей бизнеса – это корпоративная культура. Именно она помогала коллективам быть более сплоченными, мотивировала к работе, помогала преодолевать трудности. Все, без исключения наши герои, рассказывали про значимость корпоративной культуры, корпоративного духа в период адаптации. Кроме того, они упоминали про то, что пандемия очень сильно изменила взгляд на роль самих руководителей и топ-менеджмента бизнеса. То есть с приходом пандемии руководители стали больше включаться в какую-то операционную деятельность, разбираться в нюансах бизнес-процессов, заниматься оптимизацией бюджетов, разрабатывать планы на разные сценарии развития. Также многим пришлось изменять свои бизнес-модели, стратегии компаний. И тут в качестве примера можно привести, например, компанию, занимающуюся выголом собак. Ее руководитель рассказала нам о том, что в пандемию они осознанно отказались от своей стратегии быстрого роста в пользу оптимизации внутренних бизнес-процессов и создания подушки безопасности. То есть если раньше они все свои средства инвестировали в захват доли рынка, в развитии, то теперь они решили, что им лучше сейчас создать некий запас прочности. Также многим компаниям пришлось принимать сложное для себя решение — это сокращать штат. И поняв, что их корабль пройдет через это штурмовое море только если не будет перегружен, руководители принимали это непростое решение, и тут им во многом помогал подход бирюзовых организаций, когда взаимодействие с сотрудниками строится на взаимной поддержке, самоуправлении, общих ценностях. То есть сотрудники вместе с руководителями включались в поиск решений, также они сами готовы были идти на какие-то уступки, в том числе и в личных доходах. Были случаи, когда сотрудники готовы были даже временно стать безработными, веря в то, что когда придет более стабильная ситуация, они снова окажутся на борту. Еще одна стратегия, которая также связана с оптимизацией затрат на ведение бизнеса, это компании поддерживают небольшой штат сотрудников и привлекают работников на проектную деятельность, то есть на фриланс. Еще после кризиса 2008 года компания HPVL Team, это ивент-компания, они стали придерживаться стратегии, что у них небольшой штат, сейчас 4 человека, но это не мешает им делать крупные мероприятия при помощи фрилансера. И очень многие наши герои отмечали, что вообще фриланс — это будущее для многих сфер, особенно сейчас, когда сотрудники немножко адаптировались с форматом удаленной работы. Еще один тоже подход по оптимизации работы бизнеса — это осознанное, скажем так, измельчение организационной структуры. То есть интервью показали, что важен не только масштаб целого бизнеса, но и отдельных его сегментов. То есть когда в компании есть несколько независимых направлений деятельности, это помогает им снижать риски. И тут ярким примером среди наших кейсов был бренд «Кондитория», который объединяет в себе школу кулинарного искусства, производство кондитерских изделий и кафе-кондитерскую. При этом все три бизнеса независимы друг от друга, то есть они не перекладывают проблемы с одного направления на другого, но они действуют под общим брендом и работают на его узнаваемости и развитии. При этом руководители очень четко разделяют цели каждого направления, понимают возможности и ограничения, и, соответственно, в связи с этим выстраивают стратегии развития каждого направления. И еще один тоже эффективный подход деления бизнеса, о котором говорили наши герои, — это модель франшизы. К примеру, компания «Главдоставка», которая сейчас объединяет 150 филиалов по всей стране, руководители основной компании отмечают, что эта модель показала свою состоятельность, поскольку центр управления был распределен. И партнеры, они тоже как бы как собственники в неком смысле бизнеса, они активно помогали искать решение, что облегчило задачи главной компании. Ну и, соответственно, в заключении я хотела отметить еще несколько моментов, о которых говорили наши герои. Это то, что, естественно, все компании связаны с обязательствами, с поставщиками, с потребителями, с партнерами. И очень важно, чтобы вся эта цепочка могла правильно работать. То есть, когда проблема случается в одном звене, но тянет за собой все остальные, тем самым увеличивая масштаб проблемы. Поэтому очень важны такие доверительные отношения, когда компании воспринимают друг друга не только как заказчика и исполнителя, но и как партнера, и готовы искать компромиссные решения, не стремятся максимизировать свою прибыль или свои какие-то показатели, ищут оптимальное решение для всех. И в связи с этим тоже многие говорили о том, что в пандемии у компании стали более отзывчивыми, более креативными и готовы, собственно, объединяться. Причем поддержку они ищут не только внутри своих отраслей, но и в межотраслевых сообществах, поскольку это помогает им расширить взгляд на проблему и взять какие-то интересные находки из других сфер. То есть адаптация компаний, она в целом расширяет какой-то творческий потенциал, открывает новые горизонты для компаний по поиску новых стратегий, бизнес-моделей и так далее. Ну и, наверное, на этом я хотела бы закончить свое выступление краткое. Если есть вопросы, готовы ответить. Спасибо. Спасибо большое, Юля. Так, пожалуйста, вопросы, пожалуйста. Ну, пока нет. Юля, у меня вот какой вопрос. Смотрите, если мы посмотрим на пандемию, то есть, конечно, отрасли, которые, ну, однозначно, так сказать, несмотря на сложную ситуацию, выиграли на рынке. Ну, это можно, наверное, отнести к неким направлениям, скажем, фармацевтической деятельности. По известным причинам действительно фармбизнес, так сказать, был в буме. И это как бы очевидно было с точки зрения той специфики, которая возникала. С другой стороны, если мы возьмем те же самые авиаперевозки, ну, тоже все понятно. А вот как ваше исследование дает вам возможность, ну, назвать факторы успешности среди равных? То есть вы понимаете, о чем это речь? Да? То есть мы берем одинаковые компании из одного сектора, и мы видим, что некоторые из них под влиянием тех факторов, которые вы так ярко описали, они, ну, как бы сломались. Но, тем не менее, в той же сфере, в тех же, так сказать, отраслях есть те, которые выживали и выживали успешно. Назовите, пожалуйста, несколько факторов успешности вот компаний именно в этих специфических условиях. Ну, я, наверное, должна еще отметить, что мы изначально фокусировались на тех отраслях, которые были наиболее пострадавшие. То есть мы начинали свое исследование именно с этих сфер, ориентировались на те списки, которые тогда выдвигало правительство. Вот. Но, соответственно, среди успешности, наверное, главными критериями были вот именно сплоченность коллективов, готовность совместно искать какие-то решения, идти на уступки, поддерживать друг друга. Еще одним фактором был, ну, естественно, подушка безопасности. То есть у кого, у тех компаний, у кого она была, им было легче. То есть, к примеру, у нас рассказывали про те же студии фитнеса. То есть те, которые были до пандемии там в районе нулевой прибыли или, соответственно, в минусе, естественно, они не выжили. Те, у кого была какая-то подушка, то есть у кого была изначально такая финансовая устойчивость, им было полегче. Нельзя сказать, что там совсем легко, но полегче. Понятно. 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 Так, коллеги, еще есть вопросы? Ну, наверное, на уточнение. Я так понимаю, что здесь малый и средний бизнес, да? В основном, да, но были и крупные компании тоже. А вот крупные компании и малый и средний бизнес, ну, здесь, конечно, разные абсолютно отрасли. Кто выживает эффективнее? Хотя понятно, что здесь специфика отраслей очень сказывается. Ну, мы специально, да, тоже задавались этим вопросом. И в целом, на самом деле, плюсы есть и у тех, и у других. То есть, естественно, у крупных компаний больше там каких-то ресурсов, возможностей, той же финансовой устойчивости. Но при этом представители крупных компаний говорят о том, что у них больше ответственности, им сложнее работать с большим штатом, вот. Им сложнее запускать процессы изменений, быстро принимать решения, адаптироваться. То есть, в некоторых случаях малому бизнесу было гораздо легче. И там один крупный заказ спасал их на несколько месяцев. Ясно. Ясно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Интересный доклад, интересное исследование. Нет вопросов. Юля, спасибо вам и спасибо целому коллективу, который готовил это выступление. Это и Екатерина Богомолова, и Никифорова Екатерина, и Петренко Елена. Поэтому всем спасибо. Ну, а вам прежде всего спасибо за то, что представили и защитили ваши, так сказать, результаты исследования. Удачи вам, всего доброго. Спасибо, Юля. На этом ваш доклад завершен. И у нас остался еще один доклад. Доклад Ярослава Петровича. Ярослав, добрый день. Рад приветствовать Санкт-Петербургский университет, но я вас не слышу пока. Да, добрый день, я прошу прощения. Да, 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 да. Вот сейчас все в порядке. Итак, этот доклад Ярослава и Юрия Васильевича Федотова, который я не вижу сегодня, да, то есть он не замечательный. Да, он, к сожалению, сегодня по причинам здоровья не смог присутствовать на нашем сайте. Привет ему большой. Операционализация бизнес-модели в задаче оценки ее влияния на операционную эффективность авиаперевозчиков. Пожалуйста, ваши 15 минут, мы вас внимательно слушаем. Так, сейчас я тогда запускаю презентацию через показ-экрана. Подскажите, вы сейчас видите мои слайды? Да, да, все видно. Прекрасно. Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Ярослав, я рад приветствовать вас. На удивление солнечного Санкт-Петербурга сегодня. Я хочу представить наш доклад, который мы подготовили совместно с Юрием Васильевичем Федотовым, в 20-м кафедре Высшей школы менеджмента и СПЛГУ, касаемо операционализации бизнес-моделей в постановке вопросов задач оценки эффективности авиаперевозчика. Непосредственно целью нашей работы являлась оценка влияния бизнес-модели авиаперевозчика на его операционную эффективность. И несколько металлогических вопросов, которыми мы задавались во время решения и подхождения к данной цели, это, во-первых, операционализация самого понятия бизнес-модели авиаперевозок, дальше непосредственно работа с понятием операционной эффективности у авиаперевозчика, и затем последовали уже более практические вещи, связанные с подготовкой эмпирической базы, на котором строилось исследование, разработка методики измерения эффективности и выбора инструментальных методов. И пойдем постепенно по каждой из частей. Начнем мы непосредственно с бизнес-моделей. Сделаем небольшой такой исторический экскурс в прошлое, а именно в период до 1970 года. В тот момент авиаперевозки ассоциировались с некой роскошью. То есть каждый полет это было особое событие для человека, и только достаточно богатые люди могли позволить себе летать. И это было время расцвета классических авиаперевозчиков, так называемой классической бизнес-модели. Это авиакомпании, которые предлагают большое количество услуг, включенных в стоимость авиабилета. А к настоящему времени еще те факторы, которые можно выделить, это и широкая маршрутная сеть, а также перевозки как на ближнем магистральных, так и на дальнем магистральных линиях. И в основном так называемые флаговые авиаперевозчики стали ключевыми представителями данной бизнес-модели. После 1970 года, именно в 1973 году, когда случилась война судного дня, и цены на нефть очень сильно поскочили, произошло нефтяное эмбарго, очень сильно изменилась составляющая, связанная с бизнес-моделями. Дорогая нефть показала, что, к сожалению, невозможно летать на дорогих самолетах, нужно высыскивать возможности экономить. И одним из способов экономии стало минимизация набора услуг, предоставляемых в рамках авиабилета, и таким образом появилась бюджетная бизнес-модель. Авиакомпания Southwest Airlines, американская, которая была пионером этой бизнес-модели, начала свой период расцвет. Повышение эффективности авиаперевозок в 50-е и 90-е годы, появление новых бюджетных авиаперевозчиков, улучшение, скажем так, позиций классических авиаперевозчиков за счет вливания дополнительных средств со стороны государства, приводили к тому, что к середине 90-х годов отрасль вошла в стадию света и насыщения. И в этот момент новые игроки рынка стали изыскивать различные возможности новых, скажем так, новых проявлений своего бизнеса, и таким образом появилась гибридная бизнес-модель. Она стала комбинировать части классической бюджетной бизнес-модели, так она стала использовать, например, перевозки на дальнем регистральных линиях, однако с минимальным набором услуг, комбинируя различные составляющие. На данной таблице представлены, скажем так, сводные данные по трем основным типам бизнес-моделей пассажирских авиаперевозчиков, и для нас сегодня ключевым станет момент, связанный с четвертой строкой данной таблицы, называемый спектр услуг в базовом тарифе. Это то, на основании чего мы решили дифференцировать наши бизнес-модели друг от друга по причине того, что остальные параметры, да, это использование семейства самолетов, тип маршрутной сети, аэропорты, кооперации с компаниями-конкурентами, она включена в понятие операционной эффективности. А мы хотели совместить два понятия – операционная эффективность и непосредственно бизнес-модели, и тем самым спектр услуг станет для нас важной частью. Теперь непосредственно поговорим о тех данных, которые мы использовали. Это еще, скажем так, хорошие времена, работа писалась до начала пандемии, поэтому это такая подготовка, да, когда еще с рынком все было хорошо. Исследования проводятся на десяти американских авиаперевозчиках, которых представлены в трех различных категориях – классические, бюджетные, гибридные. Данные взяты с периода 2005 по 2018 год, помесячные, по внутренним пассажирским перевозкам, чтобы была возможность учитывать одинаковые составляющие данных авиакомпаний. Соответственно, американский рынок был выбран не случайно, поскольку это наиболее развитый рынок, и все участники данного рынка являются частными, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Но, опять-таки, это первый рынок, который стал дерегулируемым от государства в 1978 году. Всего было собрано 1680 наблюдений, которые составляют 17 переменных, о которых мы поговорим чуть позднее. Теперь непосредственно, как проводилось исследование. Поскольку удалось получить достаточно большой объем данных, то встал вопрос, каким образом мы можем оценить все данные единицы наблюдения с авиакомпанией в каких-то конкретных месяцах. Непосредственно первым шагом стало нахождение операционной деятельности авиакомпании и отбор определенных данных для последовательного введения уже непосредственно составляющей, связанной с бизнес-моделью, поскольку разные компании в разные периоды находились в разном состоянии. То есть какие-то компании проходили через детки слияния и поглощения, какие-то проходили через инстанцию о банкротстве. Соответственно, данные крайне неоднородные. Помимо этих, скажем так, эксклюзивных факторов, были еще факторы, связанные, безусловно, с сезонностью, поскольку рынок авиаперевозок крайне сезонный, и было необходимо данную сезонность учесть, а также было необходимо учесть экономические циклы, которые происходили в этот момент, в рассматриваемые периоды в экономике. То есть это восстановление после теракта в 9.11, потом это непосредственно кризис с 8-9 года, и дальнейшее восстановление, и расцвет, который, к сожалению, закончился с началом новой пандемии. Тем самым на первом этапе происходила оценка операционной эффективности. Затем на основании оценки операционной эффективности без учета бизнес-моделей была составлена так называемая выборка, которую мы назвали так немножко лукавой лиги чемпионов, в которую включили авиакомпании с эффективностью на уровне 0.93. Мы использовали методологию D, DATMLBD analysis, которая не периметрическая методология, которая позволяет оценивать эффективность неких единиц, которые принимают те или иные решения. Тем самым здесь максимальная возможная эффективность равна единице, минимальная равна нулю, и на основе данных, на основе некой оценки мы выяснили, что 0.93 – это некий будет фрешхолд. Соответственно, первый этап здесь представлен чуть более подробно, то есть была взята выборка, оценилась эффективность в нескольких подвыборках, которые были составлены по экономическим периодам и по рвозной мощности, чтобы не оценивать яблоки с апельсинами, а все-таки оценивать соответствующие по размеру авиакомпании друг к другу. Дальше была получена оценка в каждом из годовых периодов, дальше каждая общая средняя, с которой мы познакомимся чуть позднее. Это был первый этап. Второй этап, он уже был связан непосредственно со включением параметров, связанных с бизнес-моделью. То есть спецификация бизнес-модели была проведена за счет двух переменных, которые у нас были на входе, то есть то, чем авиакомпания располагала, и на выходе то, что авиакомпания получила в результате своей деятельности. Соответственно, уже данная часть проводилась на основе подвыборки вот этих Лиги чемпионов, которые мы составили на предыдущем этапе. И здесь представлены те параметры, которые были использованы при исследовании, то есть слева, влево остался переменные входы. Это то, чем авиакомпания располагала, что отличало ее бизнес-модель. И все, чем компания располагала, мы взяли с помощью таких достаточно количественных показателей, даже денежных показателей, которые помогали нам как-то оценить то, чем авиакомпания располагала на начальный момент. И результаты ее деятельности тоже связаны со спектром услуг. Она оценивалась числом рейсов с различными причинами задержки, поскольку это в том числе отражает, как авиакомпания работает с своим пассажиром, как у них подготовлены дополнительные рейсы, как она готова выйти из сложной ситуации. Помимо этого, да, это работа с багажом, с отказом в перевозке, с деньгами, которые авиакомпания заработала на своей бизнес-модели, то есть конкретно на тех услугах, которые она предложила. И в совокупности это дало нам некие оценки. Оценки представлены здесь, соответственно, единицы максимальные. И оценки получаются, безусловно, достаточно близкие друг к другу. Связано это с тем, что авиакомпании сами по себе это крайне эффективные единицы, крайне эффективный бизнес, поскольку в противном случае не будет возможности существовать, поскольку рентабельность авиоперевозок сама по себе крайне низкая. В трех столбцах представлены данные. В первом это уже непосредственно с учетом бизнес-модели, с учетом спектра услуг, эффективность. Во втором представлены на той же выборке эффективность, но без спектра услуг, то есть чисто техническая эффективность. А правый крайний столбец отражает данные, то есть без сбора лучших моментов, когда компания работала стабильно, общую эффективность по всей выборке, которая у нас была. И здесь хотелось бы отметить несколько моментов. Первый из них, он отражен в гибридных авиаперевозчиках. У них, их бизнес-модель влияет наиболее позитивным образом, то есть к их технической эффективности добавляется наибольшее значение. В классической бизнес-модели, как и в бюджетной, бизнес-модель оказывает в каких-то случаях негативное, в каких-то случаях совсем слабо позитивное влияние на ее операционную эффективность. То есть использование тех услуг, которые предоставляют бюджетные классические авиаперевозчики, не всегда оптимально с учетом их операций. И также одним из выводов, которые мы хотели бы сделать, и которые нам удалось подтвердить на основе тех данных, которые мы получили, это такой момент, связанный с двусторонной конвергенцией бизнес-моделей. Последнее десятилетие в академическом комьюнити шел спор о том, как же существует эта компания в нынешнее время. Кто-то говорил о том, что они раздробляются на большее количество бизнес-моделей, кто-то говорит, что это все сливается воедино. И наши результаты показали, что как раз-таки происходит двусторонняя конвергенция, то есть бизнес-модели сливаются во что-то одно большое, похожее друг на друга. И вполне возможно, что если бы не текущая ситуация, то через 10 лет мы бы увидели, что по сути у нас осталась бы одна гибридная бизнес-модель. Однако, сами того не знаем, мы получили некий базис для дальнейшего исследования, как пандемия, как изменение парадигм существования компании в пандемии изменяет бизнес-модели и как бизнес-модели будут смотреться с точки зрения эффективности в ближайшем будущем. Это то, над чем мы будем работать, мы будем работать в дальнейшем. Спасибо большое за внимание, коллеги. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Ярослав. Коллеги, есть ли вопросы? У меня один вопрос. Наверное, покажите слайд, где у вас результаты, вот перед результатами. Да-да-да-да-да. Если мы посмотрим сейчас на результаты эффективности, то она не сильно разнится все-таки. Я понимаю, что гибридная, понятно, что она здесь представлена, так сказать, более ярко, да? Ну, кроме там SkyWest. Но, тем не менее, понимаете, когда мы говорим о достаточно серьезных разрывах, тогда мы видим какие-то прорывы эффективности здесь. Если мы смотрим на эту таблицу, мы, собственно говоря, получаем некую такую гомогенную картину, некую, так сказать, равную распределенность. Что по этому поводу скажете? Это как раз-таки связано, как я уже упомянул, с тем, что в целом рынок американских авиакомпаний, он очень плотный, очень конкурентный. И авиаперевозчики в целом крайне эффективны. Если, например, мы возьмем или европейский рынок, или российский рынок, там значения будут совершенно другие. Мы для собственного интереса тоже рассматривали значения на российском и на европейском рынках. Там разрывы были значительно выше. Связано это как раз-таки именно с диригунициационной составляющей рынка. И как раз-таки из-за того, что авиакомпания крайне эффективная, вот эти небольшие разрывы, они нам и дают вот эти небольшие инсайты о том, как бизнес-модель повлияла. Поэтому как раз-таки мы, когда изучали полученные результаты, мы понимали, что на первый взгляд различия крайне небольшие. И как раз-таки это говорит нам о начале некой конвергенции в бизнес-моделях, которые наблюдалось в последние десятилетия. А во-вторых, вот эти небольшие, скажем так, направления, которые задает добавление составляющей связанность бизнес-моделями, показывает нам, как ведут себя авиаперевозчики. Те или иные авиаперевозчики. Понятно. Понятно. Ну и, наверное, в виде реплики. Понятно, что это картина такая идеального мира, уже ушедшая в прошлое. И, как многие говорят о том, что такого же мира не будет. Он будет какой-то другой, да. Но вот эти полтора-два года они мир перевернули. И это касается авиаперевозок наиболее, так сказать, критической, так сказать, плоскости. Поэтому это, наверное, не вопрос. Это просто реплика в том плане, что если вы продолжаете заниматься этими вопросами, то, наверное, надо, конечно, подтягивать данные по пандемии, смотреть, что получилось теперь. Да, мне кажется, интересно. Потому что там просто колоссальный произошел переворот. Те же самые 380-е, скажем, аэробусы, они уже полтора года стоят. Как это сказывается на копаниях. Они полностью выведены. Хотя это новые, современные, одни из самых наиболее эффективных с точки зрения экономичности, так сказать, машины. Они практически, так сказать, не вовлечены. Ну и много-много разных других факторов, которые сейчас, конечно, задавать не буду. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Нет, да? Ярослав, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я бы хотел подвести действительно итоги нашей сессии. Мне кажется, она удалась и с точки зрения даже той комбинации выступлений, которые были. Потому что, ну, понятно, что все говорят действительно об операционной эффективности. Какая бы, так сказать, не была картина описана, будь то это вопросы российского бизнеса в условиях пандемии, будь то это вопрос устойчивости бизнес-моделей, вот, это все. Или частные приложения, о которых Мария Горгишель говорила. Это все вот как-то сливается, скажем так, воедино с точки зрения понимания того, перед какими вызовами мы стоим. С одной стороны, действительно, мир настолько продвинулся, что без современных трендов. И, Мария, мы сегодня с вами говорили о том, что тот же самый Trust Commitment, но надо смотреть, конечно, в эволюции уже. Потому что 25 лет прошло для экономической, для управленческой мысли. 25 лет – это просто гигантские шаги. Поэтому в данном случае надо иметь в виду, что здесь прежде всего акцент должен быть на современные тренды, на современные прорывы, на современные поиски теоретические. И, конечно же, вы должны отражать те реалии в своих исследованиях, которые есть на практике. Ну и, конечно же, я уже сегодня неоднократно об этом говорил. Да, безусловно, все эти ковидные сюжеты, они касаются нашей тематики непосредственно. То есть где-то действительно это какой-то неожиданный выигрыш, где-то это смешение акцентов, которые вообще модель перевернули. Она такой никогда не будет уже. Где-то действительно очень серьезные, так сказать, прорывы, которые действительно под той же самой диджитализацией, сколько бы вы о ней ни говорили бы, но мы бы еще лет 10, наверное, двигались бы эволюционным путем, так сказать, к тем моделям, на которые должны были выйти. А здесь нас просто вытолкли, просто в открытый космос был. Просто открыли двери и туда нас кинули. И либо мы выживаем, либо мы погибаем. Поэтому действительно это касается всего, в том числе и образовательного процесса, с которым мы, конечно, столкнули все. Но это касается, конечно, и тех тем, которые мы сегодня обсуждали. Поэтому современная действительно ситуация с точки зрения исследователя, она страшно интересная. Потому что вы сейчас видите очень серьезные революционные, а не эволюционные изменения. А революционные всегда легче замерить, на них легче посмотреть, их легче, скажем, так сказать, увидеть. Хотя это для жизни, скажем, многих компаний, так сказать, не в радость. Но, тем не менее, мы, конечно, позитивно смотрим. Вот действительно, сегодня очень интересный доклад был коллег из Фонда общественного мнения. Ну да, там все-таки малый и средний бизнес в основном. Но все равно очень интересные сигналы. Очень интересные позывы с точки зрения нахождения новых каких-то моделей, бизнес-моделей. Ну и вот вам, так сказать, материал прямо, так сказать, живой, буквально, так сказать, созданный, так сказать, в последние периоды времени. Поэтому я думаю, что в интересном время с вами живем, интересным исследованием вы занимаетесь. И мне кажется, так вот получилось, что по новым бизнес-моделям сегодня четыре доклада действительно переплелись. И получилось что-то достаточно интересное. Поэтому я вас поздравляю с успешной защитой ваших выступлений. И надеюсь на дальнейшие, очень серьезные, интересные, продуктивные результаты ваших следований. Всем удачи, всего доброго. Ну и до новых встреч на новых сессиях. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...